Привет, друзья! Вот что значит высыпаться. То есть, по существу, потребность организма исполнить. Кто не высыпается, всю энергию мозга затрачивает на то, чтобы восстановить баланс. У него высокое напряжение. Выспался, и у тебя эта энергетика мозга идёт на созидание, а не на выживание. Друзья, высыпайтесь, как только возможно. Послушайте, вот в прошлый раз я говорил о том, что гений хрупок или не хрупок. Или кто гений среди нас, что мы все гении. Кто-то не досыпает, поэтому не может реализовать свою энергию на созидание, идёт всё только на выживание. И кто вообще занимается не тем, чем он хочет. Потому что гениальные люди, они генераторы творчества. Почему? Объясняю. Я не физик, между прочим. Но поэтому физики могут со мной поспорить, пожалуйста. У нас есть там моя дорогая подруга Надежда, которая физик, а не лирик, как я. И она может мне сказать, правда это или не правда. Но я так подумал, что энергия – это разница потенциалов. А в человеке, вот в его психике, это противоречия. Противоречия между потребностями, например, твоими в реализации своего потенциала в творчестве. Мы же все имеем геном творчества, повторяю. Потому что человек по природе творец, хочешь запретить ему творить и не можешь, хочешь запретить ему любить и не можешь. Он творец, по сути. Почему? Потому что в его геноме лежит вся эволюция предшествующих поколений. И это мощнейший потенциал требует разрядки. Ну, конечно, если ты не в своей колее живешь, тебе приходится часть этой энергии тратить на выживание. А когда человек занимается своим любимым делом, у него действия синхронные с его состоянием. И он легко входит в поток, и поточно мыслит, свободно, и делает так, как ему нравится. Но ему в этот момент подсказывает интуиция, как правильно и как неправильно. А интуиция на самом деле – это наша совесть. А совесть на самом деле – это, знаете, что такое? Вот эта этика внутри нас. Это в нас заложена та же самая эволюция поколений. Эволюция – там же принцип подбора путем перебора, по пути наименьшего энергетического затратного сопротивления и так далее, и так далее. Короче говоря, энергия. Что такое энергия? Энергия – это разница потенциалов, источников. А в человеке – это противоречие. И жизнь, и есть само творчество. Если сжать во времени без пауз и повторений, это и есть наилучшее произведение. А стресс – это энергия напряжения, потенциал противоречий между этой внутренней духовной потребностью человека, потребностью организма и общества. Да, вот видите, как просто. Но вы сами посмотрите, потому что я не физик. Надеюсь, да. На тебя полагаюсь. Ну-ка, сдавай критику. Продолжение следует...